Добрый день! Сегодня я рассказываю про геморрой, но не так, как вы, возможно, привыкли, потому что обычно, ну что вспоминается? Вспоминается операция или какие-то свечки, ну максимум средства, которые повышают, улучшают тонус вен, которые принимаются при варикозном расширении, при геморрое. Да, конечно, это все тоже можно делать, но я вам расскажу, как воздействовать на причины, потому что любое устранение симптомов, это на короткое время. А если мы хотим справиться с причинами, то нужно немножко поглубже разобраться. В чем суть? Вот какой самый главный процесс, из-за которого с геморроем не получается справиться? На самом деле, это любой вам специалист скажет, что пока у вас будет проблема со стулом, нарушение стула, пока он не будет мягким, ежедневным, спокойным, никакого прогресса с геморроем не будет. Даже если вы сделаете операцию, легирование, наложите там скобки, что угодно, будете принимать лекарство, пока не будет нормального стула, прогресса с геморроем не будет. Поэтому в системе Соколинского мы используем те средства, в первую очередь, которые нормализуют стул. Потому что, ну вот, стратегически, не только потому, что влияет твердый стул, извините за подробности, на прохождение мимо геморроидальных узлов. Конечно, это тоже так, чисто механическое влияние. Но потом, смотрите, там же повышается давление в боюшной полости, сдавливаются вены, нарушается отток крови. Поэтому пока у вас нарушение с микрофлорой, нарушение с кишечником, не будет прогресса. Перейдите, пожалуйста, по ссылке в описании видео. Там будет, как восстановить стул. Это, естественно, не специальная какая-то схема по геморрою. Это вообще задача, как восстановить нормальный стул. Нужно любому человеку. Геморрой, кстати, это не, ну как вам сказать, это не самостоятельная проблема. Это одно из просто проявлений неправильного движения крови по сосудам, накопления токсинов в организме и нарушения пищеварительного процесса. Вот если вы так будете воспринимать, то у вас будет прогресс. Сказал, обмолвился про неправильное движение крови. Ну что это значит? То есть, естественно, геморрой будет протекать тяжелее, если у вас есть склонность повышенная к тромбообразованию, если у вас есть застой венозный, соответственно, должны быть какие-то соединства, которые улучшают структуру крови. Но можно отдельно улучшить структуру крови в айкозно-расширенных узлах геморроидальных. Тем более, что ученые уже сейчас говорят, что там есть и артерии, и вены. То есть, разговор не только про айкоз, только вот в виде айкозного расширения вен в прямой кишке. Там есть и артерии, и вены. Значит, должно быть средство универсальное, чтобы восстановить движение крови. И вот благодаря очень длительному опыту, то есть, порядка 17 лет существует Центр рецепта здоровья, и мы использовали разные средства, но все-таки чемпионами здесь являются два. Это омега-3 кислоты, то есть, вообще непререкаемый авторитет с точки зрения улучшения структуры крови. Омега-3 кислоты. Сколько? Да, во-первых, какие? Животного происхождения. Это обязательно, потому что это полноценный набор с противовоспалительными свойствами, то есть, которые еще подавляют по воспалению, уменьшают уровень арахидоновой кислоты. Значит, животного происхождения откуда? Ну, проще всего из рыбьего жира. Мегаполинол, если мы говорим о системе Соколинского. Сколько? По 1 грамму или 2 грамма, если ваш вес больше, чем 80 килограмм, и у вас нет обнаруженных, по-моему, выявленных, подтвержденных проблем с вертываемостью крови. Ну, скорее всего, нет, иначе бы не было геморроя. Как долго? Советую всю зиму. С октября по март. Потому что у омега-3 кислот системное действие. Мы же договорились, что мы говорим не просто о геморроях, как в отдельном таком состоянии. Это часть общей проблемы. Нарушение движения крови в организме и склонности к воспалению. Поэтому с октября по март. Но если вы, конечно, сейчас, например, смотрите в июне или в июле, конечно, вам не надо ждать октября. Принимайте сейчас. То есть идея в том, что месяцев 4-5 подряд. Еще одно средство. Это дегидрокверцитин, сверхчистый флавоноид. У нашей системы содержится в натуральном средстве, которое называется альфа-максейл. Идея здесь в том, чтобы улучшить микроциркуляцию. Потому что у сосудов есть свои сосуды. Вокруг сосудов есть сосуды. То есть для того, чтобы укрепить стенку венозных и артериальных сосудов, дегидрокверцитин, флавоноид. Как долго? По схеме месяц через месяц или два месяца через два месяца. Ну где-то вот так. Конечно же, мы понимаем... Ну, маловероятно, что сейчас разговор о геморрое и у человека, которому 13, 15, там, 17 лет. Скорее всего, мы обсуждаем историю, когда это мужчина или женщина уже за 40. Соответственно, поддерживать сосуды такому человеку в любом случае нужно, даже если геморроя не было. Поэтому понимаете, да? То есть одним средством по разным направлениям. Как наилучшим образом добиться на будущее, на перспективу нормального продвижения пищи через сигмовидную кишку, через поймую кишку, устранить проблемы со стулом? Я вам посоветовал перейти по ссылке в описании и посмотреть там, на сайте. Если вы смотрите где-то в мессенджере, например, у вас нет ссылки описания видео с Ютьюба, тогда просто посмотрите на экране, есть адрес сайта, и там вы в левом меню найдете про геморрой. Там будет вся подробная схема, что я использую. Ну, два слова буквально. В вашем рационе должно измениться соотношение растительной клетчатки и животных белков. Должно стать больше клетчатки, то есть овощей, каш, меньше животного белка, особенно нагретого животного жира. И почему оговорился? Потому что мясо – это белок, соответственно, не бывает мяса без жира. Когда мы его жарим, получается нагретые животные жиры и, соответственно, белок. То есть меньше мяса, другими словами, особенно свинины, копчености. Потому что геморрой очень часто связан, бывает, и с проблемами онкологии. Поэтому дефицит растительных волокон и увеличение количества вот таких насыщенных жиров, оно часто приводит к опухолям не только длительным запорам геморрою, а потом уже в перспективе к опухолям сигмовидной прямой кишки. Самое оптимальное для правильного формирования нормального стула – это поддерживать нормальную микрофлору. На фоне нормальной структуры питания, на фоне увеличения количества растительных волокон, достаточного количества воды, то есть литр-полтора обязательно в день чистой воды, можно восстанавливать микрофлору. Как восстанавливать микрофлору? Конечно же с пробиотиками, но тут есть секрет, не все пробиотики обязательно. Есть отдельное видео у нас про пробиотики. Это просто космос, поверьте мне. Подпишитесь, кстати, на канал, то есть если вы чувствуете мое настроение, вы понимаете, что у меня есть очень много, что вам рассказать, но я не могу просто в одно видео это впихнуть, это нереально, поэтому подпишитесь на канал. Если понравилось, поставьте лайки, чтобы другие увидели. Оставляйте комментарии, спрашивайте, что вам непонятно, мы стараемся отвечать, конечно же. Но пробиотик – это вот то, чем нужно заинтересоваться. Если вы заботитесь о своем здоровье, потому что пробиотики могут решать многие проблемы. Одним средством вы будете решать и проблему риска аллергии, и улучшать иммунитет, и улучшать обменные процессы углеводной, жировой обмен. Все это можно делать с пробиотиками. Если только подобрать их правильно, я вас немножко заинтриговал. Скажу, что называется Унибактор особая серия, производится специально для системы Соколинского, аналогичный. Нет вообще по насыщенности разными штаммами, нет формулы аналогичной в России. Я вас пытался заинтриговать, посмотрите по ссылке в описании на сайте. Вот, пожалуй, самое важное, не очевидное, но то, что тоже нужно помнить, что на свертываемость крови, и на движение крови, и на пищеварение влияет состояние печени. Печень тоже такой орган системный. Ясное дело, не ради одного геморроя мы о ней можем позаботиться, а ради того, чтобы улучшить и гормональный фон, и обмен жиров, и углеводов, и пищеварительный процесс в целом. Поэтому вот одна из ошибок, когда занимаются геморроем люди, не смотреть глубоко, использовать только симптоматические средства, и не обращать внимание на то, что нарушена микрофлора, нарушено желчное отделение, структура желчи, плохо работает печень, то, что нарушена текучесть крови. И вот эти глубокие вещи мы часто игнорируем и пытаемся решить локальную проблему просто в прямой кишке. Как вы уже, наверное, поняли, это ошибка. Соответственно, возникают рецидивы, соответственно, какое-то время человек живет, например, после операции спокойно, но это не решает проблему общего здоровья. А если подойти вот так, через микрофлору, через улучшение структуры крови, через поддержку печени, клеток печени, прям не просто там желчегонное дать, там тюбаж сделать, а клетки печени поддерживать. Почему я не говорю, поскольку капсулу вот каждого принимать? Ну, потому что постоянно в комментариях люди пишут, вот занимаются рекламой. Ну да, конечно, я хочу, чтобы вы это использовали, эта система практическая, это не просто лекторий. Поэтому сейчас перейдите, пожалуйста, по ссылочке в описании видео или на сайт Центра Соколинского в Петербурге и попробуйте вникнуть поглубже. Я надеюсь, что это неприятная проблема, которой мы обычно обозначаем вообще какие-то неприятности в жизни, такая как геморрой. Она окажется для вас не таким крепким оежком. Вы заодно решите много проблем со здоровьем и это тоже. Будьте здоровы. Ой, Владимир Евгеньевич, не уходите. А пару слов буквально об алкоголе и нервах. Ну, это неподготовленный вопрос, но я быстро отвечу. Однозначно, конечно же, в питании не только на гаитые животные жиры влияют, и там, например, острое. Что еще влияет негативно на риск обостояния геморроя? Это алкоголь. Почему? Ну, потому что, во-первых... Хороший вопрос, кстати. А почему? Почему человек выпил, например, пиво или что-то покрепче, и обостоится геморрой? Потому что, во-первых, конечно, алкоголь влияет расширяюще на сосуды, но это не единственное. Уверен, что здесь есть как раз механизм чай из печени. То есть, если вы будете поддерживать печень, например, с помощью Лайвера в системе Соколинского, проводить курс детокса, улучшать структуру желчи, не нагружать печень в обычной жизни, благодаря тому, что вы становите микрофлору, соответственно, не будут токсины идти в печень из кишечника, будут на месте перерабатываться, будете есть больше растительных волокон, то тогда уже, например, в день рождения или Новый год не будет создавать риск геморроя. Ну, все, конечно, в разумных пределах. То есть, если выпить пол-литра водки, то тут никакое восстановление печени предыдущей не поможет. Что касается нервов. Ну, мы так привыкли говорить, вот у меня там в жизни геморрой, да, то есть, вроде как связано. Ну, не могу тут с научной точки зрения. Состояние нервной системы, оно влияет на все. Психосоматика влияет на любые процессы в организме. Там, к примеру, просто геморрой, или геморрой, который обострился, или геморрой, который воспалился. Вот здесь есть связь. Да, конечно, может быть, похуже, получше, исходя из состояния нервной системы. Но еще вот, кстати, благодаря вопросу, вспомнил, про движение. На сайте у нас, на сайте Центра Соколинского в Петербурге, в разделе «Полезные статьи» есть упражнения по кегелю. Вот из бесплатного, кроме того, чтобы увеличить овощи, там, пить воду, вот из бесплатного, наверное, самое полезное, что я могу сейчас сказать, про геморрой. Это вот научиться делать эти упражнения. Суть в том, что вы напрягаете лобково-копчиковую мышцу, и таким образом происходит улучшение движения в крови, в области малого таза. Вот такая история. Еще раз будьте здоровы!